Я думаю, что мы не говорим о том, чтобы возвратить планету в ее первозданном виде, когда на ней не было людей, и была полная гармония. А мы говорим именно о том, чтобы восстановить гармонию человечества с планетой. То есть создать устойчивую экологическую систему, которая будет включать и человека тоже. В профессиональной среде влияние человека, его масштабы влияния, как по величине, так и по времени, что это несколько десятков лет, ну может быть сто лет, это уже не обсуждается. То есть все эффекты пересчитываются на радиационный прогрев атмосферы, ватты на метр квадратный. И, ну они все померяны, ватты на метр квадратный, это измеряемая величина. Заешь вокруг себя здоровую, в первую очередь, безопасную среду, это прям вот альфа. Альфа вот этого употребления ответственного. Ты ответственный, по крайней мере, перед собой, перед своей семьей. Ты не будешь кормить пестицидной едой, нитратами, мазаться косметикой с тяжелыми металлами, пользоваться бытовой химией, которая просто травит все вокруг, все живое. И ты от этого отвечаешь за свою маленькую чеку. Если вы относитесь уважительно к любым, которые вас окружают, вообще к любым живым существам, к миру, который вас окружает, вы рано или поздно получите соответствующее отношение. Если этого уважения нет, то тогда ничего не прорявится. Нужна ли возобновляемая энергия? Да, нужна. Она позволяет, развитие новых технологий позволяет продлить вот этот век энергии, который у нас есть. Продлить ресурсы нефтегазовые, да? Обеспечить, например, в дальних районах доступ к ресурсам, да? Например, вот есть исследования, сейчас ведутся тем же Мировым банком, потому что в российских отдаленных регионах можно было бы развивать возобновляемую энергию вместо того, чтобы туда везти дизель. Мы отходим от парагигмы централизованной энергетики, которая была создана как раз на волне индустриализации, когда мы строили там большую электростанцию, рядом с ней там ставили большой производственный комплекс, ставили большой город. Сейчас мы приходим уже в эпоху постиндустриальную, когда многие вещи можно производить распределенно. Даже в России очень большую популярность имеют эко-поселения. У нас довольно-таки большая часть клиентов как раз это люди, живущие в таких поселениях. Так вот, для них определяющим является то, что они отказываются, сознательно отказываются от генераторов. Так уж случилось, что большинство эко-поселений, они им недоступны, либо они самовольно отказались от централизованной энергии, централизованного получения. Потому что для них экология, жизнь их детей, то есть в чем будут жить их дети, гораздо важнее, чем сиюминутно сэкономить рубль два-три. Я хочу начать с того, что культура употребления, она навязана, она родилась, она создана таким механизмом, фабрикой, продукт этой фабрики – это каждый из нас. И мы употребляем не потому, что мы хотим этого действительно, или это для нас важно и нужно, а потому что мы сформированы таким образом. И сформировала нас эта система. И система должна быть разрушена полностью, перед тем, чтобы мы действительно смогли употреблять то, что мы хотим и то, что нам нужно. Продолжение следует...